Летом к стандартным выездам у сотрудников МЧС прибавляется целый ряд происшествий, связанные они зачастую с погребами или гаражами. Попытки покрасить или просушить погреб и вывести грызунов очень часто заканчиваются трагически. Люди погибают от отравления дымом или паров краски. Застала эта беда трех брещан, которые надышались краской и потеряли сознание. Страшно подумать, чем бы закончилась эта история, если б не чутье Вадима Шинюка, который заподозрил что-то неладное и отправился проверить соседей. Воскресный вечер был, готовясь к предстоящей рабочей неделе. Жена гуляла с ребенком по улице, заходила к матери, там у соседей получается, рядом дома у нас. И сказал, что приезжал автомобиль скорой помощи к соседу. Они постояли там минут 10-15, никто к ним не вышел, что-то не то. Пришла ко мне и сказала, может набрать что-то, что не так. Набрали на один телефон, на второй, никто трубку не поднял. Я принял решение, раз такая ситуация, что такого никогда за ними не было замечено, чтобы никого не было дома и трубку не было. Принял решение, как говорится, перелезть через забор и посмотреть, в чем причина. Увидев картину, что возле гаража стоит банки с краской, заглянул в сам гараж и увидел неприятную картину для себя, там лежало три человека в яме. Соответственно, то, что я говорю, как учился в МЧС, то есть с холодной головой, с разумом, незамедлительно вызвал скорую помощь, обозначил, что необходимо вызвать МЧС, прибыль, что необходимо наставать трое человек. Все, и сам пошел открывать ворота и ожидал представителей помощи. Вадим Шинюк оказался человеком скромным. Героем себя отнюдь не считает, мол, спас и спас. Но, говорит, в случае что-то подобное, не раздумывая, поступил бы так же. Случай такой впервые в жизни, да. Ну, героями себя не чувствую. Чувствую, как выполнил свой долг. Мне кажется, любой на моей стороне сделал бы то же самое. Не знаю, как перелез через забор, но по мне это было очень важно узнать, что случилось, почему так произошло, почему не выходит соседей на связь. Было первоначальное решение, хотелось даже самому принять решение вынимать, но, судя по запаху, то есть восстановило меня это все. И дальше дожидался уже прибытия специалиста. Скорая приехала, тоже показал место, где лежат соседи. И сразу же за ними приехал МЧС, группа МЧС, я им тоже обозначил очень быстро. Ребята сработали мгновенно, спасибо им за это. Начали все быстро. И мы, совместно, как команда, грубо говоря, я сосед, МЧС, скорая помощь, извлекли соседей, оказали первую помощь. То есть, слава богу, что все закончилось так хорошо. Все, ну, сохранил жизнь, грубо говоря, бдительность моя, не безразличие к соседям, оказалось не напрасно. Вадим Юрьевич работает инженером-механиком первой категории отдела транспортной механизации технологических процессов на унитарном предприятии «Брестоболгаз» с 2009 года. Добросовестно выполняет свою работу и пользуется уважением среди коллег. Героические действия Вадима Шинюка не остались без должного внимания руководства. Всегда приятно получать информацию, когда кто-то совершил замечательный поступок, спас кого-то. И не жалеем, может быть, иногда и себя совершают эти поступки хорошие, которые во благо здоровья и жизни наших людей. Тем более приятнее, что такой человек находится рядом. Это наш сотрудник, который не только выполняет свои функциональные обязанности как специалиста, он несет и общественную наруску, решает много вопросов. Человек, который всегда искренний, всегда слепкий, всегда исполнительный. Очень приятно, что есть такие сотрудники, которые спасли людей. И я думаю, что они будут благодарны им до конца своих дней. Сейчас жизни пострадавшим, которые надышались парами краски и потеряли сознание, ничего не угрожает. И они уверенно идут на поправку. Однако, кто знает, как сложилась бы их жизнь дальше, если бы Вадим Шинюк не оказался бы в нужное время. Не столько опасно именно отравление краской, сколько опасно отравление теми растворителями, которые могут входить в состав красящих элементов. Кроме того, что ингаляция токсических веществ вызывает быстрое попадание и в кровь. Плюс, непосредственно, сами токсические вещества действуют в дыхательном дереве, вызывая прямое повреждение дыхательных путей, вызывая так называемый некардиогенный отек легкого, а вот тяжелую дыхательную недостаточность угнетения сознания. В принципе, многие из этих симптомов были у доставленных пациентов. Все трое пациентов, которые были доставлены, все трое помещались в реанимационное отделение. Один пациент нуждался в искусственной вентиляции легких по степени угнетения сознания. Всем было плохо. Поэтому, можно сказать, что если бы им не оказали свое время на помощь, исход был бы гораздо хуже. Даже если вы надумали делать ремонт, обезопасьте себя в первую очередь. Когда мы пользуемся любыми красящими агентами, для начала надо перевернуть баночку и почитать, в каких условиях осуществляется окраска. Да, если окраска предметов должна осуществляться в проветриваемом помещении, если при пользовании красящими веществами надо защищать органы дыхания в виде респиратора, если надо защищать глаза в виде ношения специальных очков, то эти рекомендации выполнять надо. К сожалению, даже на ум медиков все возможные правила охраны труда были нарушены. Красили помещение подвального типа, красили его в непроветриваемых условиях, красили без защиты органов дыхания, а вот красили с длительной экспозицией по времени, поэтому действительно были нарушения охраны труда. Анастасия Милишкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.